Под руководством главы города Хасаверт Зайнудина Акмазова в зале администрации состоялось совещание актива города. Прежде чем приступить к основным вопросам повестки дня, почетной грамотой Министерства спорта Республики Дагестан за вклад в развитие физической культуры и спорта наградили Зайнудина Акмазова. Также первое место в смотр-конкурсе по итогам 2016 года Минспортом присвоено Хасаверту. Далее слово было предоставлено начальнику отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедову. Основной задачей отдела по физической культуре и спорту остаются вопросы пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев национальности, вовлечениях в систематическом занятии физической культуры и спорта, включающихся школ города и студенческой молодежи. В городе работают 10 спортивных школ. В 2017 году открылась новая спортивная школа под названием «Триумф» имени чемпиона олимпийских игр Мурада Умаханова. Также в городе открыли филиал Махачкаринской детской спортивной школы по фехтованию. Спортивные секции по разным видам спорта также функционируют в учебных заведениях города. В спортивных школах и колледжах систематически занимаются по разным видам спорта более 13 тысяч человек. Подготовку спортсменов в этих учебных заведениях осуществляют 238 тренеров-преподавателей, 18 из них заслуженных тренеров СССР и России, 46 заслуженных работников физической культуры Республики Дагестан. В городе находятся 133 спортивных сооружения, стадионы с трибунами 2, плоскостные сооружения 74, спортивные залы 57, бассейны 4, они построены инвесторами города. В этом году достраивается еще один спортивный зал на улице Кандауровской. За прошедший год в городе проведено около 150 спортивно-массовых мероприятий, такие как легкоатлетический кросс «Хасавертовское кольцо», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, спортивный фестиваль, посвященный к Международному дню защиты детей, городской турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч», посвященный памяти героя Советского Союза Эльмурзы Джумагулова. Первенство города по боксу, посвященное памяти погибших сотрудников правоохранительных органов. Республиканский турнир среди девушек на пузу кавалера органа Дружбы народов Каджиева Таграма Маликовича. Республиканский турнир по пляжному волейболу под лозунгом «Скорб против террора». На базе детской спортивной школы «Спартак» и «Спортшкола интернат» проходит всероссийский турнир «Дружба, мир, Кавказу» по трём видам спорта – вольная борьба, греко-римская борьба и бокс. Также Министерство спорта Республики Дагестан совместно с администрацией города Хасбург проводит один из лучших турниров под эгидой всемирной борьбы ФИЛО – Межконтинентальный кубок по вольной борьбе, куда снижаются все сильнейшие борцы мира. В этом году он будет юбилейный 20-й год. Отдел по физической культуре и спорту проводит спортивно-массовое мероприятие по 22-м видам спорта. И, конечно же, мы уделяем огромное внимание сдаче норм ГТО. В городе проводятся четыре муниципальных этапа – зимний, весенний, летний, осенний. Участники, показавшие лучшие результаты, принимают участие в республиканском этапе. Отдел по физической культуре и спорту принимает активное участие в межведомственной лекторской группе по профилактике противодействия экстремизма, терроризма и наркомании. Как отметил Газимагомедов в своем отчете, все вышеперечисленные спортивные мероприятия проводятся не одним отделом и спортшколами, а совместно. Помощь в этом оказывает городской отдел полиции, транспорта, врачи Центральной городской больницы и скорой помощи, средства массовой информации, управление культурой и торговли, отдел по делам молодежи и туризма. В свою очередь Акмазов положительно оценил работу ведомства и дал ряд поручений. Другой момент посмотреть, когда мы проводим вот этот турнир больший, играет гимн, государственный гимн, и там эти приезжие, они городские, они не имеют значения, а они сидят. В этом плане все тренера, все, кто связан со спортом, должны работать над этим вопросом, вопросом воспитания. Это произведение. А результатом работы, конечно, является вот ежегодное вручение нам кубка за первое место по желанию горненьких успехов. В благодарность за оказываемую поддержку в развитии физической культуры и спорта Магомед Алигази Магомедов выразил руководству города и городскому собранию депутатов. По итогам выступления работа отдела была признана удовлетворительной.